В этом видео я вам расскажу, что такое система блюпринтов, так называемых таблиц спецификаций. В прошлом видео я рассказал о том, как посмотреть расписание занятий. Если вы нажмете на название темы, то вам откроется окно, в котором вам представлена тема, которую вы будете изучать в определенное время. Здесь вы можете увидеть, когда и во сколько будет изучаться данная тема. В список целей и задач данной темы представлено в виде дерева. Вы можете посмотреть, какие цели требуются от вас и какие задачи вам необходимо выполнить для достижения поставленных целей. Также в этом окне вы можете перейти к списку файлов, которые прикреплены к данной теме. Здесь представлены книги, ссылки на видео лекции, ссылки на документы по терминологии и методическим рекомендациям. А также прикрепляются презентации и прочий лекционный материал. Если преподаватель дает задание по данной теме, оно будет отображено в блоке заданий. Если будет проводиться видеоконференция по данной теме, она будет представлена в разделе форм. Что такое блюпринт или так называемая таблица компетенций? Для того, чтобы изучить блюпринт, вам необходимо нажать на зеленую кнопку. Перед вами откроется блюпринт на представленную тему. Сейчас я вам объясню, как правильно читать блюпринт. Блюпринт необходимо читать слева направо. В крайнем левом столбце вы можете увидеть название темы. Это то, чем вы овладеете после изучения блюпринта. Ниже названия темы указано количество файлов, которые прикреплены к данной теме, количество SCORM пакетов, так называемые интерактивные лекции, и число ссылок на сторонние ресурсы. Для того, чтобы посмотреть этот материал, вам необходимо нажать на кнопку меню и выбрать интересующий вас пункт. Чтобы получить знания по представленной теме, вам необходимо овладеть компетенциями, которые входят в состав этой темы. Это вторая колонка. В этой второй колонке представлены основные компетенции по теме, которыми вы должны овладеть по окончанию занятия. У каждой такой компетенции есть своя субкомпетенция. Для студентов, которые находятся на старших курсах, субкомпетенции являются этапами чек-листа по проблеме. Когда вы в будущем столкнетесь с тем, что вам необходимо получить чек-лист по какому-то заболеванию, вы должны будете найти это заболевание в системе и обратить свое внимание на третий столбец. Все субкомпетенции, которые прописаны в третьем столбце, являются элементами чек-листа. Когда преподаватель будет оценивать вас по чек-листу, он будет оценивать вас именно по этим шагам, которые указаны в третьем столбце. Каждая субкомпетенция состоит из учебных задач, которыми необходимо овладеть студенту. Это базовые вопросы по изучаемой теме, которую студент должен самостоятельно изучить. Блюпринт одновременно представлен на трех языках. Если вы видите какие-то неточности в блюпринте, либо не хватает какого-то материала, вам необходимо обратиться на кафедру, которая предоставляет данный блюпринт, или к одному из преподавателей, которые указаны в шапке блюпринта. Это была лекция по блюпринтам и о том, как их изучать. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...